Приветствую, и первое, что хочу вам сказать, что дело может быть не в том, что вы выбирали таких подруг, которые бы вам завидовали, или наоборот, радовали бы вашим неудачам. Может быть дело в том, что вы просто круг общения выбрали неправильно. Может быть вы как-то что-то в своем отношении, в своем поведении строили, выстраивали неверно, что давало возможность как раз таки этим людям так себя вести. А быть может вы выбираете людей по определенному критерию, хотя в действительности может быть этот критерий даже не осознаете. Если так, то это нужно выявить и постараться как-то скорректировать. Вот, то есть это как бы внутренняя сторона вопроса, да, но касается вашего выбора друзей. Вообще-то говоря, друзья выбираются исходя из общих интересов, общей деятельности, хобби и увлечений. То есть настоящие друзья тех, которые встречаются нам на пути, на занятия нами определенными видами деятельности, и именно те люди, которые разделяют наши взгляды, наши интересы, становятся будущими нашими друзьями. То есть тут базовым выступают совместные вот эти вот увлечения, совместные дела, совместные стремления и так далее. Что же касается страны внешней, еще я хотел вам сказать, то, понимаете, дружить можно не только с женщинами, но дружить можно с мужчинами. И есть мнение, это мнение не только мое, что женщины дружить в принципе не умеют, из-за своей практичности и из-за отсутствия солидарности. Любая женщина, по крайней мере большинство из них, дружить до тех пор, пока и выгодны, и потому что хочется от этого что-то получить. В отличие от мужчин, которые дружат не так, мужчины действительно могут быть преданными, мужчины могут быть солидарными, мужчины могут быть понимающими, но есть одна проблема, есть люди, которые верят в дружбу между мужчиной и женщиной, а есть те, которые не верят. И вот если вы в дружбу между мужчиной и женщиной не верите, то вам дружить с мужчиной будет тяжелее. Тем не менее, по, опять-таки, статистике, дружба между мужчиной и женщиной гораздо более крепкая, искренняя и долговечная, чем дружба между женщиной и женщиной. Да, женщины могут над собой разговаривать, любые две женщины, даже самые незнакомые могут очень долго и хорошо общаться, но, к сожалению, коммуникабельность не делает их подругами, не делает их людьми, которые могут доверять друг другу. Так как с мужчиной все остается совершенно не так, у мужчины, смотря на то, что может быть не таким коммуникабельным, как и женщина, все же именно дружить с ним гораздо более выгоднее, перспективнее, чем, вроде, с мужчиной. То есть, вот, по факту, есть несколько направлений, вариантов решения проблемы. Первое направление – уменьшить это в себе, то есть, посмотреть, как вы выбираете людей, на какие критерии ориентируетесь, как себя ведете, как себя ставите и так далее. Второй вариант – это сменить круг общения, то есть, расширить его. Четвертый вариант – искать друзей там, где вы занимаетесь какой-либо деятельностью, лучше всего не рабочие. А это хобби, увлечение, развлечение, путешествие и так далее. Чтобы человек был вам близок именно по увлечениям, по интересам, тогда вам будет о чем поговорить, и на этой позе у вас могут быть на дружеские отношения. И, соответственно, перенос потребностей в дружбе на мужчину. То есть, выполнение, возложение дружеских обязательств на мужчину. Если, конечно, вы этого хотите. В принципе, на этом, наверное, все. Если только сказать, что, как определить человека, который действительно вам друг. Вот бывает, общаетесь, 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 общаетесь вы с кем-то и возникает тяжелая ситуация. Просите вот такого человека помощи и посмотрите, как он прореагирует. Если поможет, но при этом будет кичиться тем, кто помогут постоянно вспоминать вам, то этот человек другом вам не станет. Если отказывается помочь, то тоже. Хотя здесь и есть вариант, что если человек позиционирует себя как более мудрого, то он просто хочет вас чему-то научить. Такое бывает, но очень редко. Скорее всего, когда человек отказывает помощь, ну, вряд ли он может стать вам другом. И только если человек помог вам, и помог быть корыстным, и больше не вспоминает, то, в принципе, его можно считать другом. Так же, то же самое примерно относится и к тому, когда вы помогаете. Если человек обратился к вам за помощь, и вы помогли, и вы хотите из этого человека дружить, то это хороший поступок для того, чтобы обрадовались дружеские отношения. Но, если вы увидите, что человек постоянно обращается к вам за помощь, и уже сам не хочет ничего делать, то это использование, а использование исключает дружбу. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Подписывайтесь на мой канал. 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 Подписывайтесь на мой канал.